В железнодорожном районе после непродолжительной погони был задержан нетрезвый водитель. Это финал преследования. Машина остановлена, водитель в наручниках. Обратить внимание именно на этого участника движения полицейских заставили очевидцы. Мужчину с нетвёрдой походкой заметили в районе улицы Большой на автозаправочной станции. Как только водитель сел в свой микроавтобус и поехал, автоинспекторы попытались остановить Тойоту Таунайс, но нарушитель лишь прибавил скорости. Мужчина выехал на проспект в 60-летие октября и помчался в сторону южного микрорайона. С соблюдением правил водитель себя не обременял. Практически половину дистанции он проехал по встречной полосе. Кроме этого, едва не потерял управление, когда заехал в огромную лужу. Однако сумел вовремя выровнять траекторию движения. Задержали 32-летнего беглеца в переулке Гаражном. В салоне автомобиля полицейские обнаружили початую бутылку пива. Автомобиль принадлежит брату задержанного водителя. Машину мужчина взял без разрешения. При этом водительского удостоверения хабаровчанин никогда не получал. Свой опрометчивый поступок водитель объяснил природной галантностью. Ему необходимо было отвезти домой знакомую, у которой болела нога. Погоня началась, когда мужчина уже ехал нарушителей есть все шансы оказаться в спецприёмнике. В индустриальном районе с интервалом в 30 минут неизвестные преступники пытались обворовать стоматологическую поликлинику и аптеку. Первой в поле зрения злоумышленников попала стоматология, расположенная на первом этаже многоэтажного дома на улице Пионерской. Проникнуть сюда для преступников было несложно. Дело в том, что окна в здании ничем не защищены. В качестве стремянки злоумышленники использовали металлический пролёт от декоративной ограды. Как только воры оказались внутри, на пульте дежурного ЧОП, который охраняет этот объект, тут же сработала сигнализация. До места вызова экипаж доехал за четыре минуты. Преступников на месте уже не было. Однако, судя по всему, похитить они ничего не успели. Буквально через полчаса сработала сигнализация в помещении аптеки, расположенной на улице Кубика. Причём охраняется объект той же частной охраной. На этот раз экипаж домчался до места за пару минут. Патрульные заметили двоих мужчин. Один стоял возле входа, второй собирался спрыгнуть с подоконника. Преследование подозреваемых успехом не увенчалось. Беглецы довольно быстро затерялись в тёмных дворовых лабиринтах. Тем не менее, установить личность хотя бы одного из преступников есть все шансы. Когда молодой человек выпрыгнул в окно, он обронил свой мобильный телефон. Теперь это главная улика. Полицейские уверены, что аптеку и здание стоматологии пытались обворовать одни и те же люди. Редактор субтитров А.Семкин